Поздравляю с праздником! Завершилась Святая Четыридесятница. Мы были с вами участниками величайшего события воскрешения праведного Лазаря. А сегодня все мы, кто пришли в Храмы Божии, стали участниками величайшего события входа Господня в Иерусалим. Мы не случайно говорим о том, что тот, кто вспоминает эти события, то он как зритель со стороны смотрит, что происходило в те далекие времена. А все, кто приходит в Храмы, кто возносит свои святые молитвы, вместе с полнотой Церковью становятся соучастниками тех событий, событий величайших, спасения человеческого рода. И вот, воскресив из мертвых Лазаря Четверодневного, весь Иерусалим был потрясен. Действительно, это было величайшее потрясение для всех, не только жителей, но и гостей, которые в то время прибыли на праздник Иудейской Пасхи в город Иерусалим. Как это было у них по традиции. И, конечно, молва о воскрешении Лазаря взбудоражила сознание многих людей. Члены Синедриона недоумевали и, собравшись, рассуждали, что если так будет продолжаться и дальше, то весь народ пойдет за Иисуса. А что делать? И было принято страшное решение убить Иисуса и убить Лазаря. Вот сегодняшний праздник для православных христиан является замечательным поводом поразмышлять о том, что было в то далекое время и какое это имеет отношение к каждому из нас. Сегодня дети и взрослые, встречая Иисуса, входящего в Иерусалим, как победителя смерти, восклицали все осанновышленные. Но мы знаем, что спустя несколько дней те же самые люди будут кричать «Распни, распни Его!». И невольно возникает вопрос «А в чем же секрет? Почему?» Те люди, которые восхищались великим событием воскрешения Лазаря, вдруг так резко изменили свое мнение, свое отношение к Иисусу. Ведь многие из нас, многие из них ходили в то время за Иисусом и видели множество чудес. Многие из них даже питались тем хлебом и рыбой, которую Он размножал и угощал всех. В чем смысл, в чем секрет такого резкого изменения отношения к Иисусу Христу? Сегодня, конечно, нам, жителям 21 века, легко об этом рассуждать, потому что мы напираемся на историю церкви, мы знаем множество рассуждений и святых отцов, и подвижников благочестия. И, конечно, многие из нас пытаются самих себя поставить на место тех людей, которые жили там. Ну и, конечно, мне, общаясь с некоторыми людьми, приходится слышать, что особенно молодые люди говорят, вот если бы я был там, я бы так бы не поступил, я бы поступил совершенно по-другому. Но вот размышляя об этом и рассуждая о своей жизни, каждый человек может себе представить, что вот мы восклицаем Асана Вышних, то есть мы прославляем Бога, мы приходим в храм, мы молимся Богу, мы исповедуемся, мы даже причащаемся телу и крови Христовой. И, казалось бы, мы в таинстве покаяния обещаем, Господи, я обещаю больше не грешить. Правда? Мы же все говорим вот так, помоги мне, Господи. Каюсь, обещаю больше не возвращаться на прежний порочный образ жизни. А потом проходит буквально несколько, даже часов, и мы вновь идем, развлекаемся, мы вновь встречаемся с теми же людьми, которые нас еще вчера соблазняли или искушали, и вместе с ними продолжаем грешить, а иногда и сами грешим без этих людей. Обратите внимание, каждый на себя. Я, который в таинстве покаяния обещал больше не возвращаться на этот прежний порочный образ жизни, если я возвращаюсь на него, то чем же я лучше тех жителей Иерусалима? Чем я лучше? Я обещал, я говорил, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, Господи, что Ты простил мне при грешении мое вольное и невольное, и тут же прошло несколько часов, да даже не несколько часов, сейчас выйду из храма, и опять кого-то увидел, кого-то осудил, кому-то не то сказал. И вот, я думаю, сегодня замечательный повод задать самому себе вопрос, а чем же я лучше, жителей Иерусалима? Вот точно так же и мы возвращаемся и продолжаем своими грехами кричать, распни, распни Его. И даже не распни Его кричим, а сами своими грехами распинаем Христа Спасителя. Замечательный сегодня праздник. Он нам рассказывает о том, что Христос Спаситель не случайно был взят первосвященниками и вузами иудейскими и был предан страшным страданиям и смерти. Не случайно. Он говорил своим ученикам и апостолам, когда собирался идти в Иерусалим, он им говорил открытым текстом, как сегодня принято говорить. Даже апостолы ему пытались вам сопрепятствовать и говорят, «Ну неужели ты не помнишь? Ну совсем недавно они тебя гнали, они тебя хотят предать страшному суду, и ты опять идешь в Иудею?» И Христос Спаситель говорил о том, что надлежит всему быть. Сын человеческий будет предан в руки грешников и предадут Его суду, и предадут Его страшной смерти, и оплюют Его, и побьют Его, и предадут смерти. Но Он воскреснет. Ученики тогда еще не понимали, хотя слышали, Он открыто об этом говорил. А даже один из апостолов говорит, «Пойдем, и мы умрем вместе с Ним». То есть они понимали, что вот вся ситуация напряженная такая, она напрягается все больше и больше, и они готовы были идти вместе с Ним умереть в Иерусалиме. Праздник входа Господня в Иерусалим свидетельствует о том, что Иисус действительно есть Христос, Он действительно Мессия, Он действительно пришел, Сын Божий, на землю, но не для того, чтобы на земле устроить Царство Свое, а для того, чтобы уничтожить смерть как таковую, и даровать всем, кто поверит в Него, что Он Иисус, Христос, Сын Божий, и будет жить по Его заповедям, Он дарует тем людям возможность войти в Его Небесное Царство и пребывать во веки веков в этом Небесном Царстве. Именно видя это, апостол Павел призывает всех всегда радоваться. Еще раз говорю вам, радуйтесь, и эта радость основана, конечно же, на этой страшной жертве Христа Спасителя, на Его победе над смертью, радость в Его воскресении из мертвых, в Его вознесении на небо, и радость эта уже здесь ощущалась и ощущается каждым человеком, который искренне поверит, что Иисус есть Христос, что Он Сын Божий. Если мы с вами будем стремиться искоренить в себе всякую неправду, ложь, грех, если мы будем с вами пытаться жить по Евангелию, очищая себя и свое сердце, и внутренний свой мир от всякой скверной нечистоты, то, по слову апостола Павла, Христос может жить в нас с вами. Удивительная правда? Но какая же это радость! Не только с нами Христос, Он может жить в нашем сердце. Но для этого мы должны проводить правильно свой образ жизни. И поэтому я сегодня всех призываю никого не осуждать, никому не завидовать, не делать никому ничего плохого. А если кто-то нас и обидел, чем-то простить искренне. Потому что в этом заключается глубочайший смысл спасения человека. Насколько мы простим нашим обидчикам грехи, настолько и Господь нам простит наше прегрешение. Хочется сказать, пользуйтесь этой возможностью, дорогие братья и сестры. Прощайте друг другу обиды, помогайте друг другу, содействуйте спасению и совершенству друг другу. Стремитесь творить дела добра, любви и милосердия. И вот тогда радость о Христе будет всегда пребывать в нашем сознании и в нашем сердце. Мне хочется в этот праздник пожелать, чтобы мы не уподоблялись тем жителям Иерусалима, которые встретили Христа Спасителя, восклицали Ему, Асана Выши, а потом кричали, распни, распни Его. Грехами нашими, помните, мы можем распинать и даже в 21 веке Христа Спасителя. Но не дай Бог, чтобы это было с нами. А поэтому надо пытаться простить и нашим обидчикам все обиды и самим больше никогда не возвращаться, по слову апостола Якова, к прежней блевотине, к прежним своим грехам, к прежним своим грехопадениям. Покаялись, и Господи, помоги, больше никогда не возвращаться на прежний порочный образ жизни. И тогда мы будем с молодецами и с жителями Иерусалима не только в этот день входа Господня в Иерусалим, а во все дни нашей жизни восклицать Ассана Вышних. Мы будем радоваться, потому что ради нас и ради нашего спасения пришел на землю Христос Спаситель. И Он готов протянуть свою божественную руку к каждому кающемуся грешникам, кающемуся и исправляющемуся. И мне хочется пожелать, чтобы Господь, воцарившись в нашем сердце, никогда Его не покидал, чтобы мы Его никогда не изгоняли из нашего сердца нашей прежней порочной жизнью. Пусть Господь всегда пребывает в нас и в нашем сердце, пусть Он помогает нам каждому на нашем жизненном пути, а мы будем стремиться, очищая свое сердце и свою жизнь от всякой скверной нечистоты, стремиться к Богу. И вот тогда действительно радость о Христе Спасителе, о пострадавшем ради нас и воскресшем ради нас эта радость всегда будет пребывать в нашем сердце. Аминь. Спасибо Господу.